Это второй сезон арт-новостей. Вы смотрите первый выпуск, и я очень рад, что смог вернуться в кадр. Почему получился такой большой перерыв, можно почитать в посте к этому ролику. Ну а здесь мы затягивать не будем и сразу стартуем. В одном из прошлых выпусков первого сезона я уже рассказывал о том, что Джонни Депп подался в художники и даже успешно успел продать пару коллекций своих картин. Под успешно я понимаю несколько миллионов долларов он успел выручить за обе своих коллекции. Так вот, вслед за Деппом, видимо посмотрев на его успехи и вдохновившись, в живописи пристрастилась и Шерон Стоун. И если вы сейчас меня спросите, кто это такая, то у меня для вас всего два слова. Основной инстинкт. У актрисы уже открылась в ЛА первая сольная выставка, которая называется Шерри. Если переводить дословно, то это означает линька. Однако, если говорить метафорическим языком, то на мой взгляд речь идет о потерях, как моральных, так и физических. Во всяком случае, у меня подобрать какую-то другую интерпретацию названию и самим визуалом не получилось. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то напишите в комментариях, я буду рад почитать. Похоже, ребята из Поднебесной сотворили новое чудо света. И это уже не метафора. В конце прошлого года архитекторы студии DNA зафиналили проект образовательного центра, который находится внутри горы Шушань. Исторически это место, где во время династии Танк встречались великие ученые для обсуждения своих таких же великих идей. Теперь же ущелье внутри Шушань, кстати, название означает «гора знаний», стало доступно для обычных школьников. Тут находятся библиотеки, общественные арт-пространства, различные специализированные классы и другие локации. Но это ладно. Вы представьте, какую гигантскую работу проделали строители, чтобы их дети смогли дотянуться до идеалов прошлого. Короче, времена, когда все смеялись над Китаем, давно прошли. Теперь нам всем есть, чему у них поучиться. И не только строить. Вот скажите мне, все же знают режиссера Уэса Андерсона и в чем визуальные фишки его фильмов? Я уверен, что все. Если вдруг вы не в курсе, то гугл вам в помощь. Так вот, есть проект, который называется «Accidentally Уэса Андерсон». Он собирает локации, которые могли бы быть декорациями к фильму этого уникального кинодела. В поиске по сайту можно найти интересующий ваш город и посмотреть, что интересного находится рядом. А еще можно отправить в саппорт свои фотки, если считаете, что они подходят под концепцию. Недавно у проекта запустилась собственная выставка в Токио, ну а за всеми обновлениями лучше следить в инстрии. Новость буквально одной строкой. Мега-масштабные выставки Дэниеля Аршема одновременно откроются в двух галереях пиротин. 2 сентября в Париже и 6 сентября в Нью-Йорке. Содержание будущих экспозиций не раскрывается, но в сеть просочилась информация, что помимо прочего будут презентации абсолютно свежих проектов. В общем, очень ждем сентябрь. А если вы еще не слышали новый выпуск моего подкаста про Дэниеля Аршема, то вот вам QR-код. Переходите и обязательно послушайте. Тем более, что у вас следующий эпизод уже очень скоро выйдет. Не будем покидать Нью-Йорк. Художница из этого города Сара Зе создала гигантскую художественную инсталляцию в сводчатом помещении на станции Пак Хэмрай, которая не работала и была наглухо заколочена последние 50 лет. Называется она метроном и представляет собой подсвеченный шарообразный элемент, который висит в центре инсталляции окруженные структуры из тонких стальных стержней, очень похожие на строительные леса. Внутри металлического каркаса серия мерцающих изображений, которые проецируются на калаш из рваной бумаги. Среди них таяние ледника, извержение вулкана и пение птиц. Мне кажется, что если бы не это без преувеличения аутентичное помещение, то эффект был бы совсем не тот. Именно оно создает необходимую и нужную для восприятия атмосферу, вызывает определенные эмоции и делает картинку завершенной. Французская художница и фотограф Лоран Марсалье решила возродить свой самый известный проект, коллекцию переходных пейзажей и архитектуры, которые кажутся абсолютно нереальными. Он так и называется – переход. Почему я обратил на них внимание? Все дело в интересной технике, Лоран. В отличие от традиционных фото, которые фиксируют в какой-то определенный момент времени, ее работы составлялись из кадров, сделанных в разных местах в течение нескольких месяцев. Она смешивает их до тех пор, пока слои реального и вымышленного не становятся цельной композицией. Финальный результат выглядит очень стильно, на мой взгляд, и я бы точно сходил на обновленную выставку Марсалье. Эта новость посвящается всем фанатам традиционного искусства. Вышел новый дроп коллабораций Лувра и бренда Юникло, серия футболок с принтами работы с коллекцией музея от древности до барокко. За дизайн отвечает французское бюро M&M. Я поискал, где и как можно заказать, но, к сожалению, никаких вариантов не нашел. Возможно, плохо искал, не знаю. Заняв этой зимой пост арт-директора ЛВ певец Фарелл Уильямс, не стал долго тянуть и быстренько выпустил свою первую коллекцию совместно с художником Генри Тейлором. Получилось по-фареловски ярко и модно. Публике показали халаты из Денима, принты в виде мини-портретов Тейлора, пиксельный камуфляж и все вот в таком духе. Давайте немного про инновации. Французская компания Ziphalter выпустила дизайнерскую капсулу для путешествий в стратосфере, которую назвали Celeste. Она полностью зеркальная, а разработал ее парижский архитектор и дизайнер Джозеф Деран. За основу он взял технологию воздушного шара. Первый роскошный полет в капсуле Celeste запланирован на конец 2024 года. Пассажиров ждет уютный интерьер, потрясающий вид, мишленовское меню, максимальная экологичность. В общем, все по уму. А еще во время полета будет доступен Wi-Fi. В воздух на ней поднимутся 6 богатых французских смельчаков. Но знаете, после недавней истории с батискафом и Титаником как-то не внушает доверия, если честно. Помните, в прошлом сезоне я рассказывал о том, что сервис доставки еды Яндекс.Ультима разработал целую серию дизайнерских ланчбоксов. Так вот, Яндекс.Ультима продолжает двигать искусство в массы. Сервис выпустил лимитированную серию салфеток с принтами художниц Людмилы Барониной, Лизы Бабковой и Дарьи Неретиной. Я извиняюсь заранее, если неправильно прочитал фамилии, я не специально. Так вот, текстильные салфетки с их рисунками будут вкладывать в заказы на сумму от 2,5 тысяч рублей, но не из всех питерских ресторанов, а лишь из пяти. Людмила выпустила две линогравюры на блюде и полет, Лиза рисунок вкус яблок и кофе на губах, а Дарья две графики «Пора обедать» и «Сердце гурмана». Не знаю, как вы, а я очень люблю подобный мерч, особенно если он продвигает творчество российских авторов. Это очень круто, а ребят из Яндекса молодцы. Что еще тут сказать? Ну и финалочка. Я сразу предупреждаю, что от нее может порвать всех, кто ни в какую не воспринимает и не понимает современное искусство. Дело в том, что азиатские авторы выходят на какой-то абсолютно новый уровень. Короче, гонконгская художница под псевдонимом Макту недавно представила целую серию своих триптихов, которые она назвала «Home Sweet Home». Фишка в том, что она их сделала на основе пространств, созданных в Sims 4. Она начала создавать пространство в игре, так как у нее дома просто не было для этого места. Вообще, я вам скажу, что очень маленькие квартиры – это известная проблема Гонконга. Я видел их своими глазами, это, конечно, жесть. Так вот и получается, что в физическом мире у художника могут быть различные ограничения. Отсутствие пространства, денег, навыков и так далее. А вот в виртуальном возможно все. Макту скринит пространство, которое создает для персонажей в игре. Потом находит разных художников на Тао Бао и отдает каждому дорисовать какую-то их часть. Таким образом, по словам самой художницы, стирается грань между двумя мирами. Мне не совсем понятно, как она монетизирует всю эту историю, но, зная азиатскую инстатусовку, могу предположить, что, скорее всего, ее креативы покупают. И причем в нормальных таких масштабах. У вас, не интересуясь, приобрели бы вы, потому что заранее знаю ответ. На этом на сегодня все. Огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на мой блог во ВКонтакте. Там посты выходят каждый день, и там куча всего интересного. А еще слушайте мой подкаст обязательно на всех аудиоплощадках, где есть подкасты. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, ну и так далее. Ну а увидимся мы с вами очень скоро в следующем выпуске Арт Новостей. Затягивать я с ним не буду. Субтитры сделал DimaTorzok